Сделайте ваше предполагание. Вот это рисунок черепа взрослого человека или ребенка? Ребенок. Ребенок. Как бы выделил череп взрослому человеку? Меньше. Больше. Какой отдел черепа относительно меньше, какой относительно больше? Черепа будет больше, а низкой будет меньше. Да, совершенно верно. Про весь череп целиком говорит, больше или меньше, говорит совершенно бессмысленно. Если вы взяли весь рисунок увеличивали, весь рисунок уменьшили, вы не изменили пропорции. А с возрастом меняется не размер, то есть размер тоже меняется, но это неинтересно. А меняется именно пропорция, соотношение размера деталей. Вот это череп ребенка. У взрослого человека относительный размер лицевого отдела, вот лицевой отдел у нас, будет покрупнее. Да? Обратите внимание, у меня вот эти челюстные, носовые, доехали до границы этого квадрата или нет. Вот если я зубы поставлю. Кстати, здесь есть тоже типичная девочкиная и мальчиковая ошибка. Когда рисуют зубы. Какие зубы всегда изображают барышни? В большинстве случаев. Малюсенькие. Малюсенькие-малюсенькие. Если молодые люди, то это уже как у бегемонов. Что это такое фундаментальное? Китов. У большинства китов зубов не так же. Да? Значит. Ну, по животу, наверное. Я бы-то хотел сказать. Для черепа такого размера, величина зубных коробок, то есть той части зубов, которые видны наружу, у человека будет примерно вот такая. Хорошо. Ну и смотрите. Зубной ряд. Достиг вот этой линии или нет? Всего ребенка. У зубового человека вот здесь будет кончаться зубной ряд. Вот сюда выдвинутся носовые. Так? То есть весь вот этот чрезвычный отдел станет покрупнее. Какие еще отличия существуют? А еще существует расовое отличие в строении черепов. У представителей разных рас. Вот слово раса слышали? Ага. А слово национальность слышали? Ага. А чем раса отличается в национальность? Национальность. Еще раз? Национальность, директоризм. А в расе вы не родились, да? Не, а раса это... То есть национальность может быть одной расой, может быть и кунти-американец, украинец, а россиян. Так, отлично. Так вот, одно из этих понятий биологическое, а второе из этих понятий социально-социокультурное, точнее. Какое понятие чисто биологическое? Раса. Раса. Раса не только у нас своя. Ради бога, четыре разные расы дрозда-ребинника насчитывают среди дроздов, которые обитают в Центральной России. Они все дрозды-ребинники, но относятся к разным биологическим группам. То есть понятие расы, чисто биологическое понятие, да? Значит, понятие национальности, чисто социокультурное. Здесь важным показателем будет тот язык, которым владеет данный человек, да? Те представления о том, как должны жить люди, ну и так далее, и так далее. То, что сформировано уже в общении между людьми. Они являются результатом работы генетических программ. Так путать между собой расы и национальности, но это признак просто безгранутности. Теперь. Во второй половинке 20-го века, начавшемся 21-го века, очень много вокруг этих двух проблем, значит, идет спор. Так, в частности, всемирно в большинстве нормальных стран отрицается расизм. Скажите, пожалуйста, а какую точку зрения на окружающий мир грамотно назвать расизмом? Да, только одна раса считает то, что имеет право жить. Скажите, пожалуйста, если человек утверждает, что представители одной расы имеют признаки, отличающиеся от представителей другой расы, это расистское утверждение или нет? Нет. Нет. Абсолютно нормальная и полностью соответствующая реальность утверждения. Да, представители разных рас имеют разные признаки, что вполне естественно никакого отношения к расизму не имеет. Расизм это другое. Это когда человек делает следующее заявление. Все расы различные, а вот эта раса самая лучшая, вот все остальные хуже, а вот эта лучшая, появляется оценочная категория. Кто лучше, кто права не имеет, а кто худший, кто никакого права не имеет. Вот это уже никакого отношения к биологии не имеет. Это уже результат чисто каких-то там социальных сдвигов в голове у человека. Вот это такие, да, действительно расизм. Но то, что люди разных рас имеют разные признаки, это никакой не расизм. И, кстати, признаки неплохо знать. Допустим, кто такие кейпские народы, кейты? Кейты вообще-то это культурное множество. Это одна из древнейших племенных групп, обитающих на территории Европы. Когда еще никаких славян поменей не было, даже рядом, славяне достаточно позднее племенное образование, возникающее всего в VI веке нашей эры. Кейты заселяют Европу во времена существенно более ранее. Ну, допустим, они там во времена Римская империя, центральная Европа была кейпской, северная Европа была представителями других народов. Кстати, а кто за народы в Северной Европе, Балтавиусе? Центральная Европа, Кельска, а Северная Европа вся Прибалтика. Неандертальская? Вы вина Римская империя неандертальская, я вас поздравляю. А вот по берегам Балтийского моря формируется это единственное место на нашей планете. Вот просто единственное место. Называется на грамотном языке Балтийский рефугив. То есть Балтийский заповедник. Там формируются племена с совершенно уникальным набором внешних признаков. Светловолосая, светлоглазая и светлокожая. Вообще-то все остальные племена на нашей планете. В той или иной степени. Какие? Темноволосая, темноглазая и смуглая. Вот расселение вот этого светловолосого народа, по сути дела, начинается расходясь от Прибалтийского региона. В частности, люди с такими чертами, с менее выраженными, но такого же типа чертами. В Восточной Европе появляется именно такой облик. Допустим, у северных славян формируется более светловолосый, более светлоглазый, чем исходные народы. На территории Москвы, допустим. Вообще-то славяне там появляются очень поздно. На территории славянских племен, а кто там до этого сидел? Валдай, с кем лапану это? То есть, на самом деле, по антропологическим признакам, народы более близки к северным народам. Так? Значит, к славянам образ ничего общего отношения не имеет. Другой тип культуры, а главное, так как можно сказать, хорошо, находимся в коронии. Сводим черепа. Черепа отличаются. Различают разные группы, антропологические уже группы, то есть биологические группы, у представителей которых форма мозговой коробки и лицевого скелета будет отличаться. В частности, для типичного балтийского типа, что характерно, более сжатый без капчи. То есть, вот это расстояние от правой точки до левой точки поменьше. Вот это расстояние от лба до затылка побольше. Удлинили. И высота чуть-чуть побольше. В результате, если смотреть спереди, мы получаем узкий район переносица при достаточно широко поставленной глазницах. Так? Хорошо. Тильские черепа. А тильские черепа, наоборот, кругленькие. Они вот такие, значит, отмечки. Значит, никакой вот этой сплющенности, никакой вот этой вертикальности. Череп, мозговая капсула, близится скорее к шарообразному форму. То, что у негроидных племен, у негров, сильно выступающие вперед губы. Вы знаете, да? Губы вот такие вот, толстые губы, как варитые. Намного толще, чем у европейцев. А почему это? Потому что просто губами есть листы или нет? Нет. Нет. Почему? Нет. Другой угол развороты зубов. На самом деле, вот это достаточно важный признак, формирующий внешность человека. Если те же самые зубы, мы поставим немножечко под другим углом. Вот так, выступающие вперед немножко. То какое положение тут же взгляну губы? А понятно, что губы вот так теперь ставят. А если мы зубы поставили вертикально, то и губы ушли. Вот этот вот угол наклона, зубной оси по отношению к лицевому скелету, называется прогнантность. Значит, если у человека высокая прогнантность, то у него будет запах широк, или, наоборот, сильно выступающая губа. Сильно выступающая. Сильно выступающая. Сильно выступающая, так? Хорошо. Как положено, а будет ли отличаться глазница вьетнамца или японца от глазница, допустим, англичанин или француза? А глазница не будет отличаться. Отличия в форме глаза определяются не в стороне черепа, а определяются в мягкими тканями. Определяются тем, как веки перерастают к остальному кожаному покрову. Зачем вообще веки у нас с вами? Чтобы смачивать веки. Ну, во-первых, веки работают, совершенно так же, дворники на ветровом стекле автомобиля. Зачем нужны дворники? Чтобы смачивать. Смачивать грязь? Хорошо. А если на дороге очень много пыли, то водитель что обязательно включит под дворники? Подкачку воды. Зачем это? Чтобы не просто смачивать пыль, а что с ней сделать? Смыть грязь. Так вот, у нас подкачка воды, это подкачка слезной жидкости. А видите, зачем нужно? Смачивать, сдвигать то, что смыли в глаза. Сдвиг ведется вот сюда. Вот он, слезный канал. Вот здесь, внутри блазница, у нас мы расположены, ближе к переносице. Так, и излишки слезной жидкости стекают по слезному каналу и оказываются вот здесь, в головке. Хорошо. Большинство этих пространств, ну так скажем, очки формирования монголоидной расы, скорее всего, действительно не побережья от Центральной Азиатской района. Ну, так, значит, а скажите, пожалуйста, а там вообще осадков много? Дождь, снег, Центральная Азия. А куда осадки деваются? Ну, не в общем. Не, не в земле, в этом дело. Ну, рядом, в общем, относительно недалеко, очень теплый, очень влажный индийский океан. Почему ветры не заносят дожди на территорию? Потому что там город. Какие город? Тибер. Тибер. Разумеется, Тиберское наборье. Разумеется, система высочайших горных хребтов. Значит, в результате мы получаем для всего этого региона засушивые места. Будут ли там расти леса, или будут там находиться степень пустыни? Хорошо, отлично. А ты что получаешь? А ты получаешь тяжелейшие проблемы для зрения. Во-первых, сильные ветра в открытом месте, где леса не растут. Летом, что будут делать? Пыль. Глаз надо от пыли защищать? Надо. Но еще страшнее другая штука. Хорошо. Выпал снег. Зимой выпал снег. Так? А дело в том, что в Центральной Азии зимой стоит мощная система антициклонов. Это значит, что блоков на небе идет. Итак, у нас с вами леса нет, открытое заснеженное пространство, и ярко светит Солнце. Что в этой ситуации? Ага. Свет глаза. Ага. Два-три часа и вас разовлет снежная слепота. Переосвещение сетчатки глаза. Дело в том, что светоизбыток. Это не только свет от Солнца, но еще какой свет? Отражает снег. Свет, отраженный снегом. Это серьезная опасность, которая устерегает всех альбинистов, которые выходят в горы выше линии облаков. Там Солнце светит жестко и ярко, и снег отражает этот свет. Поэтому только темные очки. Без темных очков осветлешь. Отлично. Ну и как же в этих условиях? Ясно, что в предке монголоидов никаких темных очков не носили. Ага, как делается узкий глаз? Внимание. Вот нос. Вот там ножки пошли. Вот я один глазик рисовать буду. С этой стороны второй идет. Ну поскольку они одинаковые, нам не интересны. Вот схватка верхнего века. Вот схватка нижнего века. При сокращении мускулата, веки могут смыгаться и размыгаться. Это так, вот. Вот сам глазик. Правда, что на оболочке зачет. Славно. Хорошо. Как повысить степень защищенности? Ноль-меньше, как-то. Смотрите, вот у вас точка смыгания верхнего и нижнего века у европейцев. Ну вы, посмотрев друг на друга, ее очень хорошо сможете увидеть. Вот у вас кончается верхнее веко, вот начинается нижний век. Славно, да? Значит, в варианте мангалоида. Верхнее веко переезжает вот куда. Обратите внимание, вот точка отхождения верхнего века от, соответственно, кожи головы. В результате, что мы получили? А мы получили вот такой разряд глазу. Кстати, если... Можно ли возвращаемся к европейскому глазу? Вот он. Если я взял, аккуратненько оттянул века и заглянул вот сюда, вот верхнее веко, что я увижу? Глаз. Глаз. Поверхность глазного века, как ясно. То есть, если я взял вот так, оттянул, смотрю сюда, сверху века, снизу глазного века. Это понятно? Хорошо. Хорошо, берем взялский глаз, смотрим. Я оттянул века в этой точке, вот так, и заглядываю вот сюда. Что я вижу? Век. Сверху века, снизу? Глаз. Нет, никакой глаз. Глаз, вот и ревенция. Тоже век. Тоже век, тут нижний. Понятно? Вот эта дополнительная складочка, задача которой повысить степень защищенности глазу, называется такая складка эпикантус. Характерием эпикантус для представителей монголоидной расы. Кстати, кроме жителей Азии, кто еще на нашей планете относится к типичнейшему монголоиду? Китайцы. Китайцы. А, китайцы не в Азии живут? Володя, у вас и мануля. Туземцы. Оля, каких людей называют туземцы? Ну, а народы такие мусорские. Правда? Куземцына европейцы называли местных обитателей, куда бы они ни приехали. Хорошо. Англичанин приехал в Москву. Как он назовет жителей Москвы? Москвичанин? Черт-то два, туземцы. Мы для англичан, конечно, туземцы. Туземцы – это местные жители, те, которые живут в этом месте. Понятно? Итак, где еще монголоиды, кроме Азии? Махиканцы. Нет, в Африке типичных монголоидов, конечно, нет. Махиканцы родной другой древнейшей большой расы, негроидной расы. Да, конечно, индейцы. Из Северной и Южной Америки индейцы – типичные монголоида. Потому что, на самом деле, когда вообще Америка-то, когда в ней появились люди первые? Я не имею в виду плавник Колумба и все это европейское безопрессие. Первые люди. Дальше давно? Нет, как раз относительно недавно. А время дневного периода? Да, на последний дневного периода, вы тоже совершенно правы, в абсолютных числах, даже по современным, даже по самым смелым оценкам, порядка 15 тысяч лет назад. Скорее всего, немножечко меньше. Ну, где-то 14,5, а скорее 13,5. До этого людей в Америке просто не было. Причем были индейцы. Не было поля, ни одного представителя, хомо сапиенс, сапиенс. Не было. Но первые индейцы появились. Откуда в Америке берутся первые индейцы? Перехватывали. Только не из Европы. От Европы до Америки, знаете ли, перейти, перейти. Насколько-то из Николи. Скажите, пожалуйста, а в настоящее время Америка соединена в Союзе или нет? Нет. Это пролив, отделяющий Америку от Азиани. Ага, это я и боялся. Ваше поколение просто не знает Землю. Не имеет представления ни о планете, ни о том, как на ней на самом деле живут. Вы имеете представление о том, как живут в городах, да? И что пища рождается универсально. Народ не скучный. Берингов пролив называется. Пролив, отделяющий Америку от Азиани. Какая глубина Берингов пролива? Немножко. Сороо метров. А теперь, во время каждого крупного оледенения на материках возникает огромная толщина. Или не возникает? Возникает. Вопрос, откуда берется вода, чтобы создать эти толщины? Из Берингов. Из Берингов. Из океана. Поэтому при каждом ледниковом периоде что с высотой стояния океана? Падает. Падает. Отлично. При последнем ледниковом периоде океан стоял на отметке минус 100 метров. Вопрос. Существовал ли тогда Берингов пролив? Нет. Нет. На месте Берингового пролива был не просто широкий, а широчайший, почти тысячу километров. Полоса нижняя суши, которая спокойно соединяла Азию, то есть Чуковку и даже отчасти Камчатку, с Америкой. Никаких таких, там есть, оклостров, Аляск, природи не было. Это была такая система минуса любовь над вот этой давлением. По этой равнине из Азии в Америку двинули крупные кормятные бизоны. Бизоны ведь произошли не в Америке, это типичные азиатские звери. Просто потом они в Азии вымерли, а в Америке остались. Хорошо. А что за бизонами двинули охотники на бизонных? А это кто? А это люди. В результате я из туризма схожу, гляну, чего там. Не в целях завоевания новой территории, а просто за стадами, за своей законной дамыщей. Происходит мощная миграция охотничьих племен из Центральной Азии в Америку. Причем современные генетические исследования позволяют даже сказать, а каким именно народом Азии ближе всего находятся американские индийцы. Ну и как по-моему, предки американских индийцев. Где обитали? Где-нибудь в Африке. Это классно. То, что было сказано, откуда, куда двигались... Где Азия огромная? В Центральной Азии. В Центральной Азии, при Байкале. На самом деле, вот район вокруг Байкала, один из важнейших районов на нашей земле. Там, в поздней истории человечества, много важнейших событий происходило. Ну, точно так же, как исходно важнейшим районом для формирования вообще всей линии нашего развития, является Восточный Африк. Тот котел, где все самое интересное и важное происходило. Европа никогда не была важным местом. Это вот такой крайний тупик. Те, кто зашел в Европу, дальше все, они себя загнали. Дальше идти не будет. Хорошо. Вот немножечко мы с вами разобрались с разнообразием и о том, какую информацию можно снять, что имеет ли. Кстати, видели вы когда-нибудь реконструкцию лица, допустим, Ивана Грозного? Да. Да. А каких-то наших ископаемых предков? Да. Да. А как их делать? Так что, просто посидел ученый, похантазировал, или ему, божественное откровение, он увидел, как выглядел и Иоанн Грозный, и художник нарисовал. Или как ты иначе? Вот это череп. А как по черепу можно восстановить черты лица? Кто с данным такой? А как? Гипс наложить. То есть взять череп равномерно, занозу гипсом и получите черты лица? Место крепления мышц. Да, конечно. Молодец. Помните, мы с вами говорили, что чем сильнее мышца, тем должна быть больше площадь для ее прикрепления костя. Как можно, а ведь реально крепятся остальные мышцы, так? Нельзя взять и пупо увеличить площадку. Вот как не увеличивая площадку, можно увеличить площадь крепления. У кого какие идеи? Ну, хоть и вырастал. Конечно, рельеф неровности поверхности. Поэтому, когда смотрим на перепад, смотрим на различную зону крепления жевательной мускулатуры, смотрим, насколько она гладкая или рельефная. Если она более рельефная, то вот здесь вот выступы на голове у человека были? Были. Более мощная мускулатура, более толстая. Абсолютно дали с мимическими мышцами, со всеми остальными. В результате, по местам крепления разных мышц, можно восстановить их толщину. Значит, в результате, берем заготовочку и начинаем наносить слой гластилина. Здесь мышца была слабенькая, значит слой полный. Здесь мышца была сильнее, значит слой подольше. В результате получили общее основание для лица. Ну, правда, некоторые районы так все-таки не реконструируешь. Допустим, общее положение губ, так можно реконструировать. А вот тонкую форму носогубный, ноздрей, так не восстановишь. Так же, как тонкие формы разворота брают. А здесь многое, вот эти вещи, многое совершенно дают в определении внешности. Да? Вот такие детали уже приходится допридумывать. Ну, вот мы немножко с вами потолковали про конструкцию. Ну, и теперь рисуночное задание. Давайте первое рисуночное задание будет вот какое. Без всяких костей, конечно, вот примерно набросаете конкур черепа, не сильно нажимая на карандаш. А потом попробуйте его одеть мягкими тканями. Попробуйте на основе этого черепа получить уже профиль человека. Попробуйте посмотреть, как у вас сюда соединяются нижние челюсти, как начинается шея. То есть задачка получить рисунок головы человека в профиль. То есть голова шея. Задача честно? Хорошо.